Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной стрим. И сегодня я хотела бы с вами поделиться своими мыслями, потому что я нахожусь под большим впечатлением от нашего путешествия в выходные дни в город Брэндвуд и город Оклей. И вот хочу поделиться с вами своими впечатлениями, может быть там советы какие-то, может быть что-то ещё. Я, в общем-то, мы бывали там, у нас есть там друзья, которые живут в этих местах, и мы у них бывали, но так получалось, что мы всегда приезжали вечером, мы уезжали поздно ночью и, собственно говоря, не имели возможности посмотреть вокруг. Значит, сейчас что получилось, мы специально приехали на несколько дней, чтобы посмотреть локальный real estate market, потому что там идёт большой девелопмент, там строится очень много нового жилья. И, конечно, я совершенно не ожидала увидеть то, что я увидела, поэтому я нахожусь вот под большим впечатлением, и у меня сразу начинают крутиться всякие такие мысли. Значит, под нашим основным видео я поместила линк для тех, кто не успел познакомиться с видеорепортажами с места. Я поместила два линка, которые показывают вот обзор недвижимости как раз вот в Охлой. Это новое строительство, там совершенно новые дома, и мы ходим и смотрим модели этих домов. Я была, в общем-то, шокирована тем, насколько, с моей точки зрения, неадекватное сочетание цены и качества этого жилья. У нас в долине такого нету за такие деньги, да, то есть у нас есть, конечно, однозначно есть такая недвижимость, но она стоит миллионы, и не один миллион, и не два миллиона. Вот мы показывали там недвижимость, пять миллионов, семь миллионов, вот такой диапазон цен. Поэтому для меня это был, в общем-то, ну такой шок, да, что за сравнительно небольшие деньги, но все познается в сравнении, да, это там пятьсот, шестьсот, ну, семьсот тысяч долларов продаются такие замки, которые у нас в долине, они стоят несколько миллионов. В связи с этим возникает ряд мыслей, и я готова этими мыслями с вами поделиться. Мысли такого плана, получается так, вот мы все время думаем, ну хорошо, но наступит у нас пенсия, будет у нас ретаймент, как мы будем жить, и мы, конечно, планируем, и каждый здравомыслящий человек, он, в общем-то, планирует, собственно, как он будет жить на ретаймент. Нам положена пенсия, да, на которую мы в течение всей жизни делали отчисления в государственные фонды, нам положена пенсия, которая имеет, как и все пенсии вообще в мире, она имеет верхнюю границу. И насколько я вот сейчас в курсе, ну, самая большая пенсия, выше чего уже не бывает, это где-то там около, да, плюс-минус, две тысячи долларов, это если у вас была хорошая зарплата на протяжении десяти лет, да-да-да-да. А так пенсии все ниже. Ну, и вот представьте себе семья, допустим, у них там два раза по 1800 долларов, ну, я условно говорю, конечно, это 3600 долларов, это то, что они получают в виде пенсии от государства, основываясь на тех отчислениях, которые они делали в течение всей жизни. Кроме того, все время ходят разговоры, что пенсионных фондов не хватает, потому что мы относимся к поколению бэби-бумеров, и бэби-бумеры – это самое многочисленное поколение было в свое время в Америке, сейчас они массово начинают уходить на ретаймент, начинают черпать деньги, во-первых, из своих пенсионных планов, во-вторых, забирать деньги из государственных пенсионных планов, и получается, что как бы там может не оказаться денег, поэтому каждый сам себе должен планировать, как же они будут жить, вот, можно сказать, самые лучшие, самые золотые годы своей жизни. Ну, и, конечно, люди планируют, поскольку у них уже недвижимость, если они живут в Калифорнии, здесь недвижимость у нас очень дорогая, купили они ее там 25-30 лет назад, то, конечно, там очень большое и при шейшен, очень большие деньги лежат в этой недвижимости, и все начинают думать, как бы эти деньги оттуда вынуть, потому что, несмотря на то, что, допустим, им эта недвижимость не стоит больших денег, но они на ней не получают капитализацию своих расходов, да, то есть если бы они, например, сдавали ее, то они могли бы месяц получать, условно говоря, независимо от конкретного места, могли бы получать 4, 5, 6, 7 тысяч риента каждый месяц, да, но поскольку они там живут, то ничего получать они не могут. Второй вариант – это уехать куда-нибудь подальше, да, где подешевле, и так многие люди рассматривают, вот я знаю, что Северную Каролину люди рассматривают, но это, в общем-то, далеко. А мы, как люди семейные, у которых дети и внуки, в общем-то, думаем, что нехорошо, как бы выезжать так далеко от детей и внуков, потому что просто их вообще не увидишь. И вот мы вдруг попадаем на вот такой вот план развития местности, да, где стоят совершенно шикарнейшие замки, в общем-то, за относительно небольшие деньги. Причем, получается такая история, что если, например, человек у него, если недвижимость стоит там 400, 500, 600 тысяч долларов, да, то да, 20% этой суммы, они, в принципе, могут взять лоун, да, и выплачивать этот лоун, и поскольку сумма небольшая, там платежи не будут очень большие. В то же время, если им удастся сохранить свою основную недвижимость и сдавать ее в рент, то она будет окупать и ту недвижимость, да, поскольку та недвижимость была окуплена за значительно меньшую сумму, и эту новую недвижимость, то есть получается, а может еще что-то останется, все зависит от того, сколько люди могут положить down payment. И вот возникает еще одна идея, а что, если мы сами, в общем-то, не будем здесь сидеть в центре и в пекле синдиконной долины, а сдадим свой дом и уедем туда на пенсию. И сразу начинает крутиться по голове куча разных мыслей, которые связаны с тем, что ну хорошо, а что мы там будем делать, а чем мы будем там заниматься, а как там жить, а там нет никакой комьюнити. И, в общем, эти вот мысли всякие возникают, и у меня приходят, значит, какие-то совершенно такие фантастические идеи, которые больше смотрятся как утопия, чем как что-то реальное. Но тем не менее, кто знает, никто ничего не знает. Я хочу вам немножечко сказать вообще об этих двух городках, которые мы посетили. Значит, эти городки находятся где-то примерно в 60 милях, вот ближайший бренд находится где-то в 60 милях от центра Силиконовой долины. Без трафика езды туда на машине это где-то, вот мы обратно ехали часов 10-11 вечера, оно заняло где-то час-15, час-10, где-то так. Но зато, когда попадаешь в трафик из долины, то тут уже мало не покажется. Тут может быть и два с половиной часа, и может быть даже три часа. Все зависит от того, в какое время ты едешь, в какую пробку ты попадаешь. Получается такая история, что оттуда ездить на работу в долину могут себе позволить только люди, которые не ходят на работу каждый день. И сегодня таких работ становится все больше и больше. То есть люди работают из дому всю неделю, а приезжают, например, на какой-то день или два в неделю в офис, где у них проходят митинги, раздаются задания, просто происходит живое общение, а так в основном они всю работу делают не выезжая. И таких людей вот среди наших уже знакомых мы, в общем-то, знаем, которые находятся там, они приобрели недвижимость, они там живут и работают удаленно. И это, в общем-то, один контингент людей. Другой контингент людей – это люди, которые пользуются бартом. Барт – это метро. И от Оклы метро идет до Сан-Франциско час, что, в общем-то, до самого центра города. То есть, может быть, там еще нужно на чем-то проехать. Но, в принципе, за час от Оклы можно добраться до Сан-Франциско. И это уже совершенно другая песня. То есть те люди, которые… Сан-Франциско цены просто зашкаливающие. То есть если у нас в долине сумасшедшие, тот самый, на рент и на покупку, то есть все настолько зашкаливает, что у нормального человека нет денег содержать и в основном здесь есть семья и несколько детей, и школы, и нужен дом побольше. И получается, что вот этот вот Оклы при наличии и бренда, при наличии метро превращается, в общем-то, в спальный район. Такой сателлит Сан-Франциско, не ближайший сателлит, но, тем не менее, оттуда можно ездить на работу в Сан-Франциско. Были немножко подальше, плюс у нас не ходит метро. То есть нужно ехать все-таки на машине, все-таки ставить трафики, а не читать газетку или книжку. Ну что же, значит, из себя представляет Этерия, это, в общем-то, сельскохозяйственный район, где какой-то большой владелец владеет этими всеми полями. Сейчас меняется зонинг активно очень этих полей, то есть из сельскохозяйственного его переводят в зону резидентского строительства, да, то есть фактически домов индивидуальных. И туда понабежали большие застройщики, которые просто блоками застраивают это все новыми домами разного качества, разного ассортимента, с разными фишками и так далее. Самые дешевые дома, в принципе, они похожи на дома Берри, только стоят намного дешевле, да, то есть самые простые это таунхаузы, это они стоят в районе 300-400 тысяч, можно себе что-то такое прикупить, где-то около 200 квадратных метров, там 100 тысяч, 170-200 квадратных метров, что-нибудь такое. Более дорогая недвижимость, она более элитная, да, то есть там, например, вот я вчера нашла дом, который мне очень понравился, он находится в Оклое, у него 10 соток лот, что, в общем-то, немаленький лот, и у него есть довольно значительная часть бухьярда, в то же время этот бухьяр кончается такими ретейнинг-стенками, и оттуда идет мосточек, и мосточек приходит прямо на озеро. Ну, мы не большие любители ни рыбной ловли, ни того, чтобы плавать на лодках, там ухаживать за чем-то, но, тем не менее, там стоял такой вот этот мотоцикл такой водный, ну, и это прикольно, конечно, так покататься по этому озеру, я, кстати, не знаю, можно ли там купаться, это тоже отдельный вопрос, насколько это озеро чистое или грязное, но этот дом, он стоил вчера, вот я посмотрела, 725 тысяч, дом огроменный, то есть там, по-моему, 5 спален, там 4 туалета, площадь где-то 320 квадратных метров, что-то такого типа, ну, и сделан он, конечно, хорошо, то есть там большой застройщик, он постарался, плюс этот дом не новый, он где-то года 2006, то есть владельцы, которые его сегодня протают, это не новый с молотка дом, вот просто от девелопера, они уже там все сделали, все, что нужно было сделать, то есть они сделали бэк-ярд, вот мы смотрим на красивые модели домов, да, и думаем, ой, как красиво, как замечательно все сделано, но это все стейтинг, это все делали профессиональные люди, которые умеют сделать так, чтобы нам было красиво, когда вы покупаете такой дом у застройщика, там ничего нет, кроме голых стен, и, соответственно, нет никакого бэк-ярда, и нужно еще положить довольно-таки большую сумму, в зависимости от размера этого бэк-ярда, дом, чтобы из него получилось что-то путное, и, в общем, этот дом как бы он не будет иметь такой красивый вид, потому что для того, чтобы привести его к такому красивому виду, как модельные дома, нужно либо у застройщика купить, так называемые апгрейд, да, либо самому положить деньги и сделать те апгрейд, которые вы хотите сделать, вот, поэтому именно меня вот новые застройки не очень интересуют, потому что я люблю все кастомизировать под себя, а купить новый дом вот только от застройщика и потом его ломать там как-то что-то переделывать не хочется, поэтому я смотрю на дома немножко более старенькие, но это определенный диапазон временной, потому что уже, в принципе, начиная где-то с 2000 года начали строить дома с высокими потолками, и это принципиально, потому что если большой дом и потолок 8 футов, 2,40 это где-то, да, то это очень низкий потолок, это темное помещение, никого видно не имеет. После 2000 года уже начали появляться 9 футов, 10 футов, где-то были дома с 14 футов, но это вообще уже просто небо над головой, вот, но, конечно, эти дома смотрятся гораздо эффектнее, там есть еще верхний слой окон, они светлее, гораздо красивее и привлекательнее, поэтому я смотрю, чтобы планировка дома была, конечно, относилась к более новому времени, но, в принципе, для дома 15-20 лет это не срок, хотя, конечно, эстетика требует уже после 10 лет такого активного использования помещения уже нужно делать более-менее капитальный ремонт, ну, имеется в виду, что может быть там уже поменять гранит, может быть, поменять кабинеты или хотя бы сделать рефиниш этих кабинетов, как перекрасить их, закрасить и так далее. То есть 10 лет это срок, когда нужно дом покрасить, привести в порядок и сделать из него что-то такое. Поэтому мы лично, как бы, вот, заинтересованы в таком несомненном доме. Ну и дальше я вот думаю, ну хорошо, мы туда приедем, а чем там заниматься? Ну и у нас, конечно, есть вы, дорогие друзья, и это для нас очень хорошее-таки занятие на ретаймент, мы будем с удовольствием с вами общаться и будем развивать канал, и все это замечательно. Но помимо этого мы хотим все-таки не терять связь с нашими любимыми детками и внуками, а они два часа езды, они и не приедут к нам, а нам некуда будет вернуться. И поэтому возникает вопрос, что какой же дом покупать-то? Уже не получится купить дом там 2000 скверфутов, который бы нас полностью устроил. Нужно уже покупать такой дом, где там будет хотя бы как минимум две гостевых комнаты, потому что у нас, например, детей, вот их четверо, да, и они в одну комнату никак не поместятся с тем, чтобы они могли приехать, например, на выходные дни, переночевать, а потом уехать обратно. То есть получается, что когда речь идет о ретайменте, нужно смотреть сразу большой дом, да, больше, чем тебе было бы нужно просто для жизни, из тех только соображений, что если кто-то к тебе доехал уже так далеко, то они имеют возможность остановиться. И это то, как мы приехали к нашим друзьям, мы тоже у них есть гостевые комнаты, и мы у них там остановились. Теперь дальше. А почему, собственно говоря, дети будут туда приезжать? То есть у нас дети все заняты, они работают с утра до вечера, в долине, внуки заняты, они ходят на бесконечные секции, включая выходные дни, то есть продохнуть некому. У меня возникла такая шальная идея, которая, я не знаю, наимит под собой почву или нет, что если, допустим, у нас эмиграция вот в 90-м году была большая, все примерно, ну, более-менее плюс-минус одного возраста, в общем, все массово начнут выходить на ретаймент и скупать, например, дома, вот, в Около и в Рэнбурде. И людям же надо чем-то заниматься на ретайменте, плюс у них в долине остались дети и внуки в Рэше. И можно там сделать что-то типа такого клуба для детей, да, с какими-то секциями, например. Кто-то любит заниматься шахматами, он раз в неделю, выходной день в субботу или воскресенье будет организовать, например, шахматную секцию. Кто-то любит рисовать, он может организовать рисовательную секцию. Кто-то может заниматься детьми русским языком. То есть, грубо говоря, у наших детей появляется прямой смысл привести внуков, да, чтобы они были заняты какой-то целесообразной деятельностью. А мы, со своей стороны, уже бабушки, дедушки, можем всю неделю готовиться к этому уроку и потом, значит, вот, забавлять наших внуков, любимых, и как-то их там образовывать и так далее. Ну, эта идея как раз, она пока что только в виде идеи, и все зависит от того, насколько эта мысль придется другим людям по душе. Поэтому, я как бы хотела даже ваше мнение спросить вообще, что вы думаете по поводу такой идеи? Она имеет право на жизнь или это просто мои плодные воображения? Вот такие вот у нас мысли по этому поводу. Я вам очень рекомендую посмотреть в ссылочке там эти все дома, они есть, посмотреть видео. И, в общем, вы высказываетесь вообще, как вам все это нравится и как моя шальная идея вам нравится.